МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина в ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь ремонт, вновь затор. Путешественникам по М-10 в Чудовском районе нужно запастись терпением до пятницы. Модели атомных электростанций, машины на водородном двигателе, инженерные каникулы в новгородском Кванториуме соберут ребят со всей области. Выбрали, что дальше? Рейтинг территорий для благоустройства составлен. Стоит ли сильно радоваться победителям и огорчаться проигравшим? Автомобилистам, путешествующим по автодороге России в Новгородской области в ближайшие дни нужно делать поправку на время. В Чудовском районе снова пробки. Сегодня на 566-м километре трассы М-10 у деревни Трегубово образовалась автомобильная пробка в сторону Санкт-Петербурга. В управлении дороги Россия пояснили причину. Введено временное ограничение движения в виде остановок продолжительностью до 15 минут. Это связано с проведением работ по монтажу балок пролетных строений на мосту через реку Полисть. Предполагается, что такие ограничения движения будут действовать по 22 марта с 9 до 18 часов. Гриппы ОРВИ атакуют северо-запад страны. В нашем регионе специалисты называют ситуацию стабильной. И все же в Валдайском районе закрыта школа. В Великом Новгороде несколько классов. В областной клинической больнице объявлен карантин по гриппу. Как пояснил региональный министр здравоохранения Галина Михайлова, первый случай заражения вирусом гриппа А был выявлен у пациентки клиники 12 дней назад. Все контактные больные сразу же стали получать адекватное противовирусное лечение. То есть теми пациентами, которым находилось в контакте, 7 человек было зарегистрировано, из которых уже четверо выписаны. Трое находятся, вот буквально, наверное, они выпишутся либо в конце этой недели, в зависимости от основного его состояния. И в ближайшее время они тоже поедут домой. И проводился, и проводится весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Надо отметить, что на сегодня 100% сотрудников областной клинической больницы привиты. Как раз вот тот грипп, который выявлен у данных заболевших, H1N1, он входит в штамм гриппа, прививки, которую мы делали. Заболевших среди сотрудников нет. До конца недели в областной больнице приостановлена плановая госпитализация, введен масочный режим, проводятся карантинные мероприятия, добавила Галина Михайлова. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в области зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Отмечается превышение эпидемических порогов среди детей до 2 лет на 32%, от 7 до 14 лет на 59%. Наиболее высокий уровень заболеваемости на территории Великого Новгорода, Боровичей, Любытинского, Шимского и Чудовского районов. В Новгородском кванториуме начались инженерные каникулы. Для ребят со всей области, интересующихся техническими инновациями, подготовлена обширная программа. Людмила Александрова с передовой «Хайтек». Лабиринты, макеты оружия, механизм двигателей – все это моделируют 13-летние дети. Выстраивают объемные детали впервые, но уже уверенно. Вот такая модель атомной электростанции за полчаса получается у любителя игры «Сталкер» Дмитрия. Сейчас он воплощает свои интересы в реальность виртуальную, но уже ищет пользу от навыков на перспективу. Чем это пригодится тебе в будущем, навык 3D-моделирования? Ну, просто создавать какие-нибудь детали для машин и всего такого подобного, технику, ну, чтобы не такая затрата была. Девочки пока только втягиваются на их мониторе, не найдешь детали, техники или оружия. Оформляют свои имена объемными буквами и тоже планируют направить знания на любимые увлечения. У Кати и Тани это конный спорт. Сейчас, конечно, это нельзя сделать, но больше что-то по хобби, например, лошадей, каких-нибудь фигур. Сейчас мы что-то на легком остановились только. Готовую 3D-модель можно будет потрогать. Курирует новичков наставник, помогает довести до ума их первый проект. Это сама по себе вещь, которую сделал человек сам, смоделировал. То есть он туда вложил то свое инженерное видение, которое он хотел. И, соответственно, это и лабиринт, и игрушка, и приз. Кстати, здесь, в Кванториуме, могут научиться 3D-моделированию не только дети, но и взрослые основы, самые базовые вещи могут быть доступны даже таким чайникам, как я. Например, мы с наставником за несколько минут сделали вот такой вот логотип телеканала НТ. И сейчас попробуем его напечатать на 3D-принтере. Печатается маленькая эмблема несколько минут. Пока идет процесс, мы заглянули в соседнюю дверь. Здесь презентуют результат работы молодых инженеров машину на водородном двигателе. Это Energy Quantum, энергия солнца, ветра, механическая и разные модели с помощью водорода. Данная машинка представляет из себя топливный элемент, два резервуара, внутри которых сосудики. Евгений подключает напряжение к топливному элементу с водой. В сосудах тут же появляются пузырьки. Данные резервуары заполняются газами. При разложении воды на водород и кислород образуется энергия. С помощью этой энергии мы запустим данную машинку. Вода, топливный элемент, несколько минут работы и альтернативный источник энергии собран. Правда, едет такой автомобиль пока медленно. Но ведь наука не стоит на месте. И у этих новичков есть все шансы сделать свой большой прорыв. Так почему бы не начать с кванториума? Людмила Александрова, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидении. Жителям области приходят электронные письма счастья. В стране идет налоговая амнистия. Долги списываются как физическим лицам, так и предпринимателям. Но, разумеется, не все и не всем. Сообщением о том, что их долги списаны, были приятно удивлены те новгородцы, кто зарегистрирован в кабинете налогоплательщика на сайте ведомства. По налоговой амнистии подлежат списанию долги, которые можно разделить на три группы. В первую очередь, это недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Кроме того, задолженности по пеням и штрафам, которые числятся за предпринимателями. В данном случае речь идет о страховых взносах, которые уплачивают предприниматели за себя в пенсионный фонд. Но не о всех, а только о тех, которые были начислены пенсионным фондом в максимальном размере, исходя из восьмикратного мрот при непредставлении налоговой отчетности. Простили предпринимателям и недоимки, образовавшиеся на 1 января 2015 года по налогам, задолженности по неуплаченным на них пеням и штрафам. Физическим лицам списаны неуплаченные транспортные налоги, налоги на имущество и земельные участки, которые также образовались на 1 января 2015. В каждой группе есть свои особенности и исключения, так что за дополнительной информацией лучше обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства. Стоит отметить, что никаких заявлений для списания долгов гражданам писать не надо. Аннулирование ведется в автоматическом режиме. Сейчас в области уже списана задолженность физических лиц в сумме 230 миллионов. Предпринимателям простили 69 миллионов долга по налогам. По страховым взносам информации пока нет. Накануне вечером в новгородской мэрии подвели итоги рейтингового голосования по объектам благоустройства. Горожане могли выбрать 3 из 10 общественных территорий. Победили две набережные и парк юности. Впрочем, как говорят организаторы, проигравшим унывать не стоит. Софийская набережная от моста Александра Невского до театра драмы. Несмотря на то, что до Кремлевского парка рукой подать, здесь уже много лет пустырь, но и как дополнение готические развалины бывшего завода. Нет не то, что освещения, даже асфальта. О том, что эту территорию нужно благоустроить, все-таки центр города говорят уже очень давно. Но, тем не менее, ходить мы здесь пока не рекомендуем. Сплошные кусты, да, лужи. В рейтинге территорий, которые подлежат благоустройству, это оказалось на первом месте с результатом почти в 15 с половиной тысяч голосов. Здесь могли бы быть тротуары, парковки, скамейки, фонари, пирсы и смотровые площадки. Не так давно завершился открытый конкурс по разработке проекта реконструкции этой территории. Его выиграл Новгород-граждан-проект. На втором месте в рейтинге участок на противоположном берегу Волхова, набережная Александра Невского. Конечно, с Софийской ее не сравнить. Тут и говорить не о чем, но ремонт не помешал бы и здесь, уверены новгородцы. Должны быть газоны, вернее, все клумбы красивые, ухоженные, а не так, как было это в последнее время. И, конечно, вот асфальт и сама набережная, вот нижняя хотя бы, там для велосипедистов сделали, но тоже хорошо, конечно, но можно, море всего можно устраивать, еще благоустраивать. Всего набережная Александра Невского набрала 14 801 голоса. Парк юности, громкую известность которому принесли активные жители завокзального района, лишь на три сотни меньше. Законное третье место. Здесь уже установлены и детские комплексы, тренажеры и скейт-площадка. Вот только подходов к ним до сих пор нет. Не просто идти даже сейчас, когда все замерзло, о том, что здесь будет весной, лучше и не думать. До сих пор у нас достаточно туго идет вывоз грунта с территории парка. Постоянно мониторим эту ситуацию. Уже сейчас, несмотря на то, что сезон строительный еще не начался, мы здесь работаем, каждый день смотрим, что происходит, связываемся с властями. Также планируется создание дополнительной детской площадки для малышей. Ненамного отстает от трех лидеров и сквер на улице Коромниково. А вот площадка, названная в народе Любовь и Голуби, а также улица Элина, которую городские власти планируют сделать пешеходной, оказались в аутсайдерах. Впрочем, пока это еще ничего не значит. В результате рейтингового голосования будет выстроен так называемый аранжированный список. И там будут с первого по десятое место эти территории в этом списке представлены. И когда будет приниматься решение о выделении средств, вот этот список, конечно же, будет учитываться. В этом году по программе «Комфортная городская среда» Великому Новгороду на благоустройство общественных территорий будет выделено 49 миллионов рублей. «Финансирование так или иначе получат все 10 объектов, участвующих в рейтинге», — говорит Владимир Тимофеев. Но больше всего денег, разумеется, достанется лидерам списка. Вероника Лебедева, Голуст Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение. Планомерное изучение коллекций и новых поступлений — открытие 2017 года в области истории, археологии и искусствоведения. Сегодня начала свою работу научно-практическая конференция Новгородского музея-заповедника. Ежегодная конференция не просто подводит итоги. Музейная работа в будущем строится на нынешних научных трудах — археологических, исследовательских, этнографических или искусствоведческих. В списке выступлений 31 доклад. Должны все перекладываться, вот эти все наши наработки, в просветительскую деятельность, в выставочную деятельность. Поэтому все вот эти доклады для нас важны. В основе научных исследований впоследствии все это вырастает в серьезные проекты событийного, исторического календаря. В центре внимания тема, озвученная Сергеем Трояновским — социотопография Кремля, его южной части в X-XIV веках. Как раз сегодня, после длительного перерыва, возобновились работы на Волхове для пополнения коллекции музея подводно-археологическими находками. Интрига состоит в том, что теперь они будут вестись чуть правее от центра аркады гостиного двора. Перед подводными исследователями стоит задача проверить возможность наличия на этом участке более древнего моста. Методом санирования на дне обнаружили следы мостовых конструкций. Линия этого моста, если он действительно существовал, отдано очень важно в этой гадской кодезе проверять их, любой результат, в этом смысле этот результат, даже отрицательный. Но пока это выглядит очень заманчивой перспективой обнаружить мост, который находится на линии сведения в Шенепольский собор и царь Бориса и Глеба. Много докладов посвящены изучению сложившихся фондов музея. Сейчас экспонируется 2,5%. Готовятся к обнародованию игрушки, переданные в дары, проданные музею пару лет назад. Все это время велись учетные работы, но вскоре предполагается создать самостоятельную выставку на территории Ярославова дворища. Представлены все страны, все континенты, и Азия, и Африка, и народная игрушка, и индустриальная игрушка. Очень много, большая коллекция у нас авторской игрушки представлена. Это то, что позволит немного изменить линию развития музея-заповедника. Сейчас в нем в основном представлены древнерусская живописи и археология. Новое направление должно привлечь и новых посетителей. Наталья Савицкая, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение. Участники знаменитого хора имени Гнесиных дали в Великом Новгороде бесплатный мастер-класс. Встреча стала возможной в рамках 49-го фестиваля искусств «Русская музыка». Для обывателей распевка, для профессионалов уникальная вокальная методика. Мастерство, которому до этого дня учили только в Российской академии музыки имени Гнесиных. 15-летняя работа по оттачиванию стилевого распевания выходит на новый уровень обучения. Я намеренно хотел сделать именно мастер-класс и концерт хора, потому что считаю, что хор находится в очень хорошей форме, певческой. И студенты могут по этому поводу саморефлексировать, по поводу нашей, собственно говоря, методики. Мне хочется, чтобы это видели другие регионы. Мастер-класс был рассчитан на подготовленную публику. В зале присутствовали студенты и преподаватели музыкальных школ, колледжа искусства и фольклорных коллективов Великого Новгорода. Пришли послушать студенческий хор одного из лучших музыкальных вузов страны и люди, увлеченные народной культурой. Мы сегодня услышали очень много для себя новых распевок. Что у них интересно, что они распевки поют именно с подъездом. Для нас это было интересно сегодня узнать. Плюс мы посмотрели, что мы распеваем на хоре, и что можно у них позаимствовать. Новые знания преподаватели и руководители коллективов теперь будут применять на практике. Особенно это поможет в работе со студентами, которые в будущем планируют поступать в московский вуз. Новгородская команда принимает участие во всемирном онлайн-чемпионате за звание самого физически подготовленного человека в мире. Направление «Кроссфит» в нашем регионе существует несколько лет. Задача минимум – войти в тридцатку сильнейших команд страны. Пять, четыре, три, два, один, старт! Поехали! Эти юные леди – настоящие атлеты с большой буквы. На выполнение комплекса упражнений всего девять минут. Строгие отжимания от пола и становая тяга – казалось бы, общие элементы физической подготовки. Но на этот раз с вполне определенной целью – попасть в тридцатку лучших команд страны. Всего участвует 70 команд, мы среди них, и 30 команд лучших поедут защищать звание самой физически сильной команды в стране. Мы сейчас располагаемся в пяти позициях от желаемого результата, поэтому у нас впереди еще два комплекса, и мы стараемся всеми силами за два комплекса наверстать то, что немножко упустили в начале. Ребята, в общем-то, работают, прибавляют, и мы надеемся, что все получится. Новгородская команда принимает участие в онлайн-чемпионате на звание самого физически подготовленного человека в мире второй год подряд. Каждый четверг в 4 утра по московскому времени объявляется задание, на выполнение которого дается неделя. В эти дни за право представлять свою страну борются 700 тысяч атлетов. Задания носят абсолютно разный характер. Как есть гимнастические элементы, так и элементы тяжелой атлетики, элементы гребли, элементы легкой атлетики, лазанье, кольца, турники. То есть человек должен быть достаточно разносторонне развитым, чтобы пройти этот марафон в течение пяти недель. Если верить всемирной паутине, система постоянно повторяющихся упражнений изначально была придумана для тренировки американских пожарных. Чуть позже ведущие тренеры взяли ее на вооружение, и вот уже 15 лет по всему миру кроссфитом увлекаются миллионы человек. В Великом Новгороде тренировки начались чуть больше четырех лет назад. Одним из первых заниматься начал этот мускулистый мужчина. На тот момент весил 150 килограмм, был очень толстый. У меня даже в Инстаграм есть фотографии, какой был, какой стал. И я в один прекрасный момент в зеркале понял, что надо что-то менять в жизни, ну и пришел к нему. Меняться самим и менять этот мир. Новгородские атлеты на каждом из соревнований устраивают благотворительные акции. Не исключение и онлайн-чемпионат. Когда у нас проходят массовые какие-то мероприятия, соревнования, ну или вообще собираемся по выходным, мы стараемся выбрать кого-нибудь из детей и, ну, помочь какими-то силами. На этот раз у нас мальчик из Валдая. Валдая – это родной город Георгия, поэтому мы его выбрали. Ему 10 лет, мы собираем деньги ему на лечение. Сбор средств продолжится и в эти выходные. Впереди у спортсменов очередной этап соревнований. Если по итогам нашей команде удастся войти в тридцатку сильнейших, уже в августе им будет предоставлено право отстаивать честь региона на чемпионате России в Олимпийском. Алена Сувтина, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реглама и прогноз погоды на среду, 21 марта. А я прощаюсь. Хорошего вечера. Реглама. Это все на сегодня. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды на среду, 21 марта. А я прощаюсь. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин